Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим партию, сыгранную на турнире на районном первенстве района Печатника. Как бы это смешно ни звучало, единственное, что не видно времени, потому что часы должны стоять по правую руку от черных. И дебют Берда, соперник, видимо, начинает играть бегемотом, и скорее эта партия больше не о какой-то комбинационной игре, а о том, какой дырдыр может быть в живых шахматах, и как оба соперника могут не видеть очевидного хода. Причем соперники довольно высокого уровня, то есть не начинающие игроки. Я говорю про себя и про моего соперника по фамилии Бабаян. К сожалению, имени я его не знаю. Ну и вернемся к партии. Соперник разыграл бегемота. Мы разыграли перевернутую голланку. Начинаем надвигать пешки вперед, прорываться на королевском фланге. Очень надеемся, что соперник пойдет в 2-0. Тогда вообще все будет шикарно. Подводим ферзя для того, чтобы закинуть на h5 или толкнуть вперед. Идет пока серия таких выжидательных моментов, выжидательных ходов. Позиция примерно равная. С небольшим преимуществом у белых мы развиваем последнюю фигуру нашего чернопольного слона, который остался вне игры. И соперник идет в 2-0. Все, мы не думая, сразу ходим f5. Начинаем вскрывать линии. Открываем линию g. Наш слон смотрит куда-то на h6, готовится к жертве. Ферзь на g3 или h4. То есть все складывается замечательно для белых. И по времени вроде неплохо стоим. Конечно, жалко, что не видно таймера. Но что поделать. И ходит конь на d4. Конь ходит на d4. Ход очень неприятный. Бить не хочется, потому что на взятие идет пешка. И нам надо уходить конем. И падает пешка на c2. И поэтому я сразу хожу ферзем вперед. С идеей жертвы, дабы отвлечь соперника пока от его коня на d4. Соперник сразу отходит к королем. И тут я начинаю думать, что же делать с конем на d4. Потому что конь грозит поставить двойной удар, если убрать моего коня отсюда. И я решаю защитить пока пешку c2. И этого коня не трогать, как я уже говорил, из-за потери пешки c2. И тут соперник, естественно, нападает на моего коня. Я понимаю, что отходить я им не могу. Потому что если я им отойду, я сразу получаю двойной удар на короля и ферзя. И, соответственно, здесь уже, естественно, надо бить. Естественно, надо бить этого коня. Хотя самым простым вариантом был просто, вот, покажу сейчас. Аб. Аб. И, наверное, взять сюда можно. И на взятие взять слоном. Вот могли получить такую хорошую позицию. Но я что-то решил перемудрить. И конь бьет коня. И, естественно, это зевок. Это зевок. Соперник сразу берет моего коня на c3. И получается, что у меня висят две фигуры. Висит конь. И висит чернопольный слон. Это называется приплыли. То есть можно было спокойно все поменять с хорошим преимуществом и стоять плюс 2. А теперь мы стоим минус 3 практически. Возникает вопрос, что делать. Понятно, что одну из фигур уже никак не спасти. Вопрос, как получить за эту фигуру максимальную компенсацию. Жертвовать на h3, но, наверное, бессмысленно. Потому что соперник берет. Потом мы просто убираем коня. И получается за пешку. И плюс у него еще пешка на b3 сохраняется. Где-то он может тогда ударить. b бьет a. Поэтому единственный вариант. Это bc. Соперник бьет коня. И cd. То есть получается, мы коня отдали за две пешки. Раз, два. Да? Да. Раз, два. За пешку c и за пешку d. И теперь у нас очень мощные пешки по центру. У нас фигура за две пешки. И единственное, что мы можем как-то постараться этим воспользоваться. Ну, конечно, позиция довольно плачевная. И тут, как мне показалось, забегая немного вперед, я, в принципе, нашел идеальную атаку. Соперник переводит заранее ладью на линию g. Я думаю о том, как бы нам включить все фигуры. И толкаю пешку вперед. Пытаюсь отбросить коня. Соперник сразу моментально берет. Я беру. Конь может пойти на h5. Висит пешка f. И теперь уже зависит, куда отходит соперник. И соперник играет коня назад. Довольно сыграл так пассивно. И тут уже преимущество начинает потихонечку таять. И я думаю, что же делать мне с пешкой f, которая висит. Потому что соперника готовится брать слоном. И как проводить атаку? Как проводить атаку? Вариантов не так много. То есть я раздумывал над ходом f6. Над ходом e6. Над ходом слон e4. и в конце концов я принимаю решение. Какое я принимаю решение? Счетом того, что у меня минус конь. Я пока еще не принял никакого решения. Машина говорит ход f3. Но мы пошли защитили пешку на f5 и готовимся дать скрытый шаг с выигрышем слона. Поэтому черные, я думаю, это сразу моментально заметили. Что им грозит шаг? Брать им нельзя. Потому что мы берем слоном. У нас еще ладья защищает. И соперник ходит f6. Получает шаг. Тут уже абсолютная ничья. Но минус 1 написано сейчас. И дальше я делаю феноменальный ход, которого не увидел я и не увидел мой соперник. Это называется просто дыр-дыр. Я, когда соперник отошел королем на h8, подумал, что я жертвую слона, он бьет пешкой, и я ставлю ему красивым отферзем. Но я забыл о том, что здесь рентген, что ладья смотрит на короля. И я бью. И это страшнейший зевок. Минус 11. Сопернику нужно просто взять, и у меня ферзь на связке. Но он этого тоже не видит. И делает шаг, понимая, что ему грозит мат. То есть он делает инстинктивно машинальный ход, не разобравшись. Я, естественно, отхожу на h2, но и тут уже огромный плюс. Он делает шаг и как раз пропускает то, про что я говорил. Я закрываю слоном, и вот теперь действительно ему грозит мат. В один ход. У него висит ферзь. И наш ферзь готовится поставить мат на h5. И тут соперник серьезно задумался, как же ему быть и что ему делать. А вариантов тут немного. Единственный вариант. Это отдать ферзя. В принципе, в партии так и было сыграно. Соперник отдал ферзя. Мы взяли ладьей. Он отошел ладьей, но тут уже мат неизбежен. Мы делаем шаг. Он отходит королем. Мы делаем шаг. И чем бы он не закрылся, чем бы он не закрылся, слон, ферзь. Все прорываются. Все дороги ведут в Вавилон. Вот такая вот победа. Но удивительно еще раз. Я бы хотел сконцентрировать внимание на вот этой дыр-дыр позиции. И удивительно, что вот здесь уже минус 0,5 всего лишь. То есть, при нехватке фигуры у черных, точнее у белых, есть какая-то компенсация. Вот машина предлагает король h1 или король h2 сделать промежуточный ход, видимо, чтобы уйти из-под шахов. Дальше, может быть, как-то можно вскрывать позицию с идеей прорваться на поле h7, наверное. Но удивительно, что я еще раз бью, не замечаю рентгена. То есть, сопернику просто нужно взять и до свидания ферзь, и до свидания партия. И я на 100% уверен, что если соперник сейчас берет, я ему ставлю красивый вот такой мат. И при этом удивительно, что ладно, я этого не замечаю, но мой соперник ведется на этот блеф и делает инстинктивно, моментально шаг, тоже веря, что я ставлю ему мат. И самое удивительное, что ни я, ни он этого не видели во время игры, ни после игры, и я это увидел только тогда, когда начал делать обзор на эту партию. То есть, я подумал, сейчас, друзья, я запишу, как красиво, зевнув фигуру, я выпутался, и какой я моток красивый собирался поставить. И когда я забил эту партию в анализ, я понял, насколько это партия в стиле титулованного Дердыра. Вот. Ну, а тут, да, тут, конечно, уже все. После того, как королю дали уйти, и король ушел из-под связки, действительно, позиция моментально стала в пользу белых. А взятие Пешкина на Е5, это уже не играло никакой роли. Соответственно, вот такая партия, сыгранная на районном турнире в Печатниках 14 марта. Надеюсь, вам понравилось, вы получили заряд веселых эмоций. Всем спасибо. Играйте в шахматы, любите в шахматы. Играйте обязательно в радостные шахматы и работаем дальше и идем вперед. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok